Это те самые кадры 2017 года. Февраль. В общеобразовательных учреждениях только начали принимать заявления от родителей будущих первоклашек. Вот так, занимая очередь с пяти утра, пытались попасть в 121-ю школу, желающей здесь учиться по прописке. Тогда хватило мест далеко не всем. Детей распределили в другие школы Барнаула. Но вот я здесь живу 26 лет. Я училась в этой школе. Учились братья и сестры. Мы садили вот эти деревья. Почему я не имею права своего ребенка сейчас сюда вот отдать? Городские чиновники не отрицают, что проблема с очередями в школы была и кое-где, возможно, останется, но будет уже не такой острой. Касается это в основном индустриального района Барнаула, ведь детей здесь с каждым годом все больше. Не так давно в новостройках сдали новую школу. Еще одна на подходе, третья строится. Для тех, кто желает учиться в образовательном учреждении не по месту жительства, запись откроют только в июле. На данный момент заявления принимают от тех, кто обращается в школу по прописке. Можно прийти 2 февраля, можно прийти 1 мая, можно прийти и 30 июня. У нас для малышей 8455 учебных мест, поэтому мест хватит всем. Однако накануне к нам в редакцию обратились родители, желающие попасть в Барнаульскую школу номер 134. По телефону они рассказали, что мест в данном учебном заведении для будущих первоклассников 128. И уже на второй день работы приемной комиссии свободных оставалось только 10. Подтвердить или опровергнуть эту информацию в самой школе нам не смогли. Директор на больничном, а для официальных комментариев необходимо официальное разрешение профильного комитета. Но нашей съемочной группе посчастливилось встретить родителей, которые не разделяют паники тех, кто звонил в нашу редакцию. Нам стало известно, что в этой школе не хватает мест для всех желающих первоклассников. Так ли это вы сейчас из приемной комиссии? Все написали с нормальными. То есть вам не дали понять, что мест мало и возможно не попадете? Нет, 94-й, 128-й. Так что все нормально. Напомним, чтобы подать заявление на зачисление ребенка в первый класс, не обязательно сразу бежать в школу. Заявку можно оформить на сайте госуслуг. Через несколько дней придет уведомление. В комитете по образованию уверяют, даже если в желаемой школе закончатся свободные места, ребенка обязательно пристроят в соседние, тоже рядом с домом. Прием документов продолжается. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.